Друзья, всем привет! Постоянный зритель и читатель знает, что в качестве умного браслета я для себя уже давно определился и использую браслет вот Xiaomi еще с первых и древних поколений. Браслет меня полностью устраивает, да, это в принципе компромиссный вариант, но от устройства мне нужен компактный размер, хорошая автономность и уведомления. Хотелось бы, конечно, видеть и отслеживание с FAS-сна. Mi Band это умеет, не так, конечно, качественно, как какой-нибудь Fitbit или устройство от Garmin, но свою задачу выполняет в целом, проверен временем, годами и путешествиями различными, я в целом этим доволен. Моим потребностям он отвечает на 100%. Но как быть людям, у которых потребности расходятся с моими? Ведь не всем подходит такой маленький браслет, не всех такая худая рука, как у меня. Некоторые сотрудники офисные предпочитают, например, носить часы и, собственно, привыкли вообще носить часы. Это такая унистревающая классика. Вот именно для таких людей и для тебя, мой дорогой друг, мы приготовили обзор часов от Amazfit. Называется эта модель Stratus 3. Поехали распаковывать. Коробочка уже претендует на премиум, черный цвет. Есть режим ультра энергосбережения, можно на 5 атмосфер погружаться, GPS есть, умные всякие сенсоры, отслеживание пульса и так далее. В общем, давайте посмотрим лучше, что внутри, и будет вообще понятней. Ну, я вам скажу, коробка реально премиальная, как продукция Amazfit, держит марку, очень толстая, очень плотная. Внутри в лыжементике лежат часы, ну, хотелось бы, конечно, немножко премиум, бархат и так далее. Но не будем выпендриваться, часы все-таки из бюджетного сегмента, простим им это. Внутри припретарная зарядная станция, книжка-инструкция, ну и сами часы. Сразу отмечу, ремешок силиконовый, приятно так тянется, и он быстросъемный. Не нравится черный цвет, а, кстати, часы поставляются только в черном цвете, Алиэкспресс вам в помощь. На правом торце есть кнопки Select и назад, а также вижу качельку переключения между пунктами меню. Забегая вперед, скажу, что часы сенсорные, можно управлять меню как с помощью, соответственно, нажатий на экран, а также с помощью этой качельки. Это плюс, потому что после душа или там в бассейне, сами понимаете, сенсорный экран начинает тупить, и качелька будет хорошим подспорьем. Экран здесь TFT и обрамляет его хромированный безель. Хромированный безель мне не очень нравится внешне, но он выступает над экраном буквально на полмиллиметра на миллиметр и будет защищать экран от царапин. Но поскольку он хромированный, этот безель, то все царапины будет принимать на себя. На оборотной стороне видим оптический датчик пульса, а также магнитные разъемы для проприетарной зарядки. Что касается нашей версии, изначально она шла только на английском и на китайском языках, поэтому пришлось немножко поколдовать. Еще из нюансов был момент, мы не смогли зайти в основные настройки, их вышибало. Но на часах прилетело уведомление, мы разрешили установку. И опять же один нюанс возник. Для того, чтобы установить обновление, на часах надо найти Wi-Fi сеть, и на телефоне надо убить пароль от Wi-Fi сети. Такое странное решение. Но мы справились, прилетело обновление, минут, наверное, 10-15 она устанавливалась. И в этом обновлении появился русский язык, и начали работать нормальные настройки. Ратифицировали часы, и залетаем в настройки. Как я говорил, управление здесь сенсорное. Изначально нас встречают циферблат, который, конечно же, можно менять. Свайп сверху, и мы попадаем в самые часто используемые настройки. Это режим не беспокоить, режим ультра энергосбережения, а также настройка подсветки. Свайп вправо – это уведомление, свайп снизу вверх в режим фитнес, а свайп влево перекидывает нас в основное меню. Что касается яркости экрана, опять же, забегу вперед и скажу, что здесь эта TFT-матрица, яркость автоматически не регулируется, приходится это делать вручную, и как бы мы ни пытались, все-таки на солнце информация выгорает. Вот это такой прям жирный и весомый минус, как нам показалось. Да не показалось нам, минус это. В качестве оболочки и операционной системы в часах используется собственная операционка под названием Amazfit OS. Я считаю это плюсом. Если бы здесь стоял Android, наверняка часы жили бы и дня, наверное, не прожили, ну, парочку может быть. А так, производитель заявляет до 14 часов автономной работы при... Ну, понятно, что это практически рафинированные такие условия в режиме ультраэнергосбережения и в режиме сдувать пылинки с часов. Ну, в среднем режиме получите где-то 7 дней при использовании там GPS и так далее. Часы, собственно, позиционируются как спортивные, и для любителей побегать, конечно же, здесь есть GPS, GLONASS, есть даже Galileo и Baidu. Есть встроенный MP3-плеер, здесь 2 гигабайта памяти, закачали любимые треки и вперед бегать не зависит от телефона. А поскольку часы спортивные, то умеют они различать до 19 видов активностей. Опять же, есть режим ультраэнергосбережения, скажем так, это повышенный режим энергосбережения, когда отрезаются лишние частоты процессора, и часы максимально экономят энергию. Вот в таком режиме у вас будет доступно только 11 видов активностей. Кстати говоря, активности позволяет отслеживать и повышать качество отслеживания алгоритм FirstBit, который также встроен в этих часах. Конечно же, помогает ему и оптический датчик под названием BioTracker. Он обучается и со временем, опять же, качество отслеживаемых показателей тоже повышается. Производитель заявляет возможность погружения до 50 метров. Мы не аквалангисты, к сожалению, проверить это не сможем. Но в бассейне поискупаться с ними без проблем. Полежать в ванке и отмокнуть тоже без проблем. Хотя кто в часах в ванной лежит. Но тем не менее, знайте кто, если есть такие любители, с этими часами можно в ванке поваляться и получить удовольствие, наверное. Ну а самое интересное находится непосредственно в приложении MazeFit. Там и графики можете красивые посмотреть вашей активности, вашего сна, настроить необходимые вам уведомления и так далее. Я был удивлен, когда заметил, что приложение MazeFit мой Mi Band 4 видит. Изначально я пользовался только Mi Fit и бед в принципе не знал. Вот такая вот информация. Из минусов хочу отметить, как я уже подчеркивал, это экран. А из нюансов на тонком запястье часы смотрятся довольно-таки нелепо. Имейте это в виду при выборе. Что в итоге? Мы не профессиональные спортсмены, но примерно в курсе ситуации на рынке. Разница между бюджетным и средним сегментом построена в основном на компромиссах. Идти на эти компромиссы или нет решат только вам. Понятно, что если вы профессиональный спортсмен, участвуете в каком-нибудь Ironman, вы выберете продукцию другого бренда, который на рынке уже много-много лет и который реально профессионально отслеживает показатели спортсменов. MS Fit Stratos 3 это игрок бюджетного сегмента, как нам кажется. Такого бюджетного, переходящего в средний. И часы эти можно порекомендовать тем людям, которые еще не профессионалы, уже не любители, но которые знают и любят продукцию Xiaomi, знают, как круто ребята могут делать, собственно, эту продукцию, какое высокое качество в этой продукции. Давайте закончим этот ролик на плюсах. Из плюсов. Сменный ремешок, защита от воды и относительно неплохая автономность. Как мне кажется, эти часы мало отличаются от Xiaomi Mi Band 4, там, 5, и поэтому выбирать их или нет решать вам. Если вы привыкли носить часы, MS Fit Stratos 3 смотрите, щупайте в магазине и делайте свой выбор. Если вы привыкли носить фитнес-браслет и носить его круглосуточно, как это делаю я, Mi Band 4, 5 или аналогичное устройство – ваш выбор. В итоге все равно выбор остается за вами. А на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Это очень важно для нас. До встречи, пока. Субтитры сделал DimaTorzok